Как официант должен выглядеть и как он должен себя вести, чтобы гость обязательно вернулся в заведение? Не все взрослые официанты правильно ответят на эти вопросы. Перед вами участники чемпионата BabySkills. Соревнования проводят по всей стране среди дошкольников по стандартам WorldSkillsRussia. Дети до 7,5 лет пробуют себя в разных профессиях, отвечают на вопросы жюри. Все эти соревнования проводятся в виде игры. Ребятам очень интересно. Они играют, они погружаются в роль вот того специалиста, по какой компетенции готовятся. Узнают очень много про эту профессию, про историю этой профессии. Ну и вообще детям очень интересно играть, и они получают не только удовольствие, но и очень много полезных знаний. Официанту важно понимать, гости. Например, встать у меня с ребенком, нужно приложить детское меню. Ане 6 лет. В прошлом она хотела стать барменом, сейчас официанткой. Ей это очень нравится. В основном сервировка стола. У нас старший брат, поэтому с ним они очень играют. Он участвует, она приглашает его в гости. Для него стол сервируют, заказы от него принимают. Когда я выросла, я хочу открыть свойство вместе с моим братом. Обязательно пригласим вас в гости. Я закончила. Брат будет руководителем, а ты будешь официантом. Да. Это же не честно. Честно. Официанта очень важна. И от него зависит настроение клиента. Всего в чемпионате BabySkills принимает участие 29 детей из 6 городов и 5 районов края. Сегодня перед жюри выступили не только будущие официанты и рестораторы, но и маленькие воспитатели. Надо же познакомиться со всеми профессиями. Я, например, тоже, когда маленькая была, я очень хотела стать воспитателем. Мне это нравилось. Я любила играть с детьми. И она тоже. Ну, я готовила, на самом деле, свою дочь. Это моя дочь с участием. Вот. И она также любит играть с детьми. И, возможно, может быть, она и пойдет по этим стопам. Это же такая трудная работа. Ну, да. Мама приходит иногда с работы уставшая. Я выбрала такую профессию – быть воспитателем. А завтра, во второй день чемпионата, малыши будут соревноваться уже в других профессиях. Инспектор ГИБДД, инженер-строитель и преподаватель физической культуры. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. День с толком.